Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Ну что, пора нам узнать, не шалит ли ретроградный Меркурий, что несут нам лунные затмения. В феврале все об этом узнаем у Натальи Бушуровой. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Что нас ожидает? Какие движения планет определят нашу жизнь? Какие тенденции, какие тренды зададут в феврале? Есть ли какие-то подводные камни? Каким знаком повезет? Каким нужно, наоборот, спрятаться и вести себя ниже травы, тиши воды? Ну, во-первых, я думаю, что это благая весть. У нас нет в феврале ни одной ретроградной планеты. Ню-ху, заживём. Все идут прямо, все идут вперёд. Соответственно, это, наверное, одна из таких первых главных рекомендаций. Прислушаться и к движению планеты, и тоже двигаться вперёд. Не пятиться, однозначно, никак. Как про прошмеля, как там, за путеводной звездой. Запля серая в камыши. Да, наблюдаем за звёздами, идём за ними. А куда же они нас уведут? По родству бродяжьей души. Совершенно верно, да. Да, всё верно. И начало месяца у нас такое динамичное, активное, поскольку 30 января состоялось два важных таких планетарных диалога, которые нас серьёзным образом подстегнули. Оба этих диалога очень благоприятные. То есть, и поскольку мы находимся сейчас до 5 февраля в растущей фазе Луны, соответственно, нам говорят, давай, давай, двигайся скорее, смотри, сколько возможностей, смотри, сколько новых дверей открывается, сколько новой полезной информации. Встречайся, знакомься, покупай, продавай, какие-то коммуникации осуществляй, начинай учиться, преподавать. В общем, сейчас нас вот толкают и подталкивают, в хорошем смысле этого слова, к тому, чтобы мы вовлеклись во что-то новое, поскольку это новое вполне себе симпатичное и перспективное. Можно не бояться предпринимать какие-то активные действия. Но это до 5 февраля. До 5 февраля. Почему? До конца недели. Даже, я бы сказала, может быть, до 4. Потому что 5 февраля у нас состоится полнолуние. Это не значит, что мы сбросим скорость. Скорее наоборот, активность наша достигнет пика. Но это полнолуние, а значит нетерпимость по отношению друг к другу. Тем более, что полнолуние у нас состоится на оси знака Льва и знака Водолея. Солнце у нас в знаке Водолея, Луна в знаке Льва. А это действительно очень непримиримые два знака по отношению друг к другу раз. И, соответственно, и в каждом из нас вот эта непримиримость, она такая очень и очень активная. Конфликтность, непримиримость, несогласие, попытка выделиться, показать себя. Причём это не значит, что во всей красе, да, но краса может быть такой очень неоднозначной. То есть показать себя ради показать себя. Ну, давайте назовём это по-театральному отрицательным обаянием. Да, да. Это свободолюбие, это несогласие с каким-то навязыванием, чего бы то ни было. Конечно, это достаточно разрушительная энергия, конфликтная, как я и сказала. В этой связи вблизи полнолуния, ну, как минимум, 4-го, 5-го и 6-го, нужно очень поберечь себя, поберечь себя и поберечь своё окружение. И здесь, предвосхищая ваш вопрос, Олег, это, конечно, и очень аварийный период. Травматичный, аварийный, скандальный, конфликтный. Вот всё вокруг полнолуния. Ну, как минимум, дня за два до и дня два после. Бережём нервы свои чужие. Означает ли, что когда начнёт убывать Луна, что-то поменяется в нашей жизни и как? Да, конечно, поменяется. То есть вот этот пик мы пройдём, самый-самый. И далее, как всегда, после полнолуния, ну, во-первых, да, то есть вблизи полнолуния, в само полнолуния всегда становится очевидным, что имеет смысл продолжать дальше из того, что мы начали в период растущей Луны, и от чего стоит отказаться. То есть это такая проверка на жизнеспособность, начатого в период растущей фазы Луны. Вот мы это всё будем проверять, проверять. Но я хочу сказать сразу, что в основном в феврале благоприятные планетарные переговоры, напряжённых не так много. То есть для нас будут предоставляться такие много позитивных, не очень люблю это слово «позитивные», но тем не менее таких позитивных возможностей для решения вообще всех текущих задач. У нас будут ещё и перемены, у нас планеты будут менять знаки. Во-первых, Меркурий. Меркурий у нас отвечает ум, интеллект, способ общения, манера общения, слово, информация. И до 11-го числа Меркурий будет находиться в знаке Козерога, а значит, мы в речах своих будем сдержаны, конкретны, холодны, очень по делу, очень собранны. А вот с 11-го февраля Меркурий ступит на территорию знака Водолея. И здесь мы будем неудержимыми. Говорю всё, что думаю, говорю достаточно резко, но, правда, надо сказать, достаточно ярко могу описывать, все мы будем достаточно ярко описывать события любые. Но опять здесь такая, очень трудно контролировать свою речь, любую, да, и письменную, и устную. Но это прекрасный период, кстати говоря, для любых рекламных акций, для любых публичных выступлений, для каких-то агитационных кампаний, пропагандистских каких-то историй, тоже всё туда, в эту копилку. Прекрасно. То есть, наверное, и политики тоже могут оживиться, какие-то политические свои темы. Политики, да, они могут оживиться, но у политиков здесь вокруг 10 февраля с политиками могут быть интересные истории, поскольку там у нас состоит соединение Меркурия и Плутона в знаке Козерога, а Плутон у нас это большой любитель почистить. И, соответственно, а Козерог у нас это про власть, про руководство, про управление. Здесь не обязательно это только относится к политике вообще, ко всем каким-то руководящим позициям и управленческим. Соответственно, вот вокруг 10 февраля, 10 февраля, 9, 11, могут быть операции по зачистке. То есть, какие-то могут быть сокращения, существенные перестановки во власти, в руководстве, в управлении. Что касается личных отношений? Личные отношения. Венера, наша планета любви, она до 20 февраля будет находиться в знаке Рыб. А значит, мы всё ещё очень романтично настроены. Как раз к праздничку, посередине, ну как раз посередине 14 февраля. Да, да, вот тут можно всё по-прежнему так же влюбиться по уши, втрескаться так, что надолго очень. Но здесь есть ещё такое качество, оно может быть присуще, как романтизация. Романтизация объекта нашего вожделения. Мы можем приписывать ему качества, которых в нём и близко нет. Но, как есть, для творчества прекрасный период, отлично. Поём, танцуем, рисуем, всё это замечательно. Стихи пишем, отлично. Признаёмся в любви, да, замечательно. А вот 20 февраля Венера перейдёт в знак Овна. И если мы про чувства, про любовь, то здесь, конечно, вот из таких мягких, деликатных и влюбчивых, очень романтичных мы превратимся в завоевателей. И вот тот самый объект вожделения, если он не сдастся на наши мягкие уговоры, на наше поглаживание, мы будем готовы за него повоевать, добиться расположения. Логично, придётся брать штурмом. Не хочешь по-плохому, по-хорошему, хуже его будет. Да, то есть вот в любви мы будем такие. Но что ещё? Венера — это планета желаний, планета нашего выбора. Поэтому вот хотеть всё здесь и сейчас — это свойство Венеры в знаке Овна. Если вот то, что вы увидели, не знаю, в магазине что-то понравилось, здесь и сейчас купить мгновенно, дайте мне немедля. Или какая-то мысль нас пронзила, хочу там что-то, пусть даже это уже на сон грядущий, тоже хочу здесь и сейчас. Вот эта нетерпимость в получении желаемого будет свойственна нам до какого-то марта. Можно посмотреть. Вот знаю, что нельзя на ночь котлету, а всё равно хочу, дайте мне её. С 20-го, да, получается, до февраля такое вот нетерпение будет нас съесть. А если про котлеты, а если про котлеты, Александр, то вот хотеть чего мы будем, когда Венера в знаке Овна? Острого? Мы будем хотеть острого, если про еду, яркого, такого броского, может быть, мы будем одеваться более ярко. Но вообще это неплохо. То есть начинается вхождение планет в знак Овна, соответственно, это уже какое-то пробуждение ото сна, поскольку влияние знака рыб, конечно, рыбы — это ещё такой полусон, нега, всё такое бесформенное, слишком мягкое, с поволокой. А вот Овен — это уже пробуждение, это начало нового цикла. Ну, конечно же, пора, ведь речь идёт о последней декаде февраля, уже вот-вот за порогом буквально весна, и хочется ярких цветов наконец-то. Вот. Дарите женщинам яркие цветы. Ну, это всегда надо, не только в конце февраля. Что с бизнесом? Какие-то, я не знаю, новые проекты, рисковать, не рисковать, или быть осторожными? Что говорят планеты? Ну вот ещё до наступления полнолуния, да, мы можем запускать новые проекты. Сейчас вот здесь и сейчас, сегодня 31 января, 1 февраля, 2 февраля все развёздные обстоятельства складываются для этого самым благоприятным образом. Да, да, и ещё раз, да, стартуем. Конечно, вблизи полнолуния осторожно. Здесь уже осторожно. Дальше, после полнолуния и до новолуния, а новолуния у нас состоится 20 февраля, лучше принципиально новое не начинать. Можно продолжать то, что мы начали на растущей луне, в период убывающей луны, мы продолжаем. Либо уже к концу завершаем. Новолуния у нас 20 февраля. Новолуния у нас состоится в знаке рыб. Очень такое оно. Творческое тоже. Но у всего же есть и плюс стороны, и минус стороны. С одной стороны, знак рыб – это прекрасный для творчества, для гибкости, для лояльности, для того, чтобы сглаживать углы, для того, чтобы сглаживать конфликты какие-то и так далее, и так далее. По минус стороне – это может быть состояние невнятности какой-то, непроявленности, невозможности получить конкретные ответы на конкретные вопросы. Но если мы говорим о новолунии, как о возможности начать что-то новое, то, конечно, новолуния в знаке рыб – это прекрасно для всех творческих направлений, направлений, связанных с медициной, направлений, связанных с наукой, может быть, с путешествиями – тоже очень неплохо. А если мы говорим о том, что вот эта новолуния, которая будет 20-го числа, там конкретики маловато, поэтому если нам нужны дела, реализовывать идеи, которые требуют ясности, чёткости, конкретики, сроков, то здесь нам придётся приложить массу усилий для того, чтобы всё это собрать и придать какую-то форму сложно. Что касается здоровья, надо на чём-то заострить внимание? Или рекомендации самые обычные? Давайте заострим. Надо нам заострить внимание. Нам нужно заострить внимание, во-первых, на нашей нервной системе. Особенно, как и всегда, вблизи полнолуния. Тем более, что у нас там активен очень знак водолея. А это всегда про нервную систему, про лёгкую возбудимость. Могут те, которые вообще страдают нарушением сна, особенно сильно почувствуют это вокруг полнолуния. Это сердечно-сосудистые все. Ну, заболевания могут о себе напомнить. Это для людей, которые гипертоники, тоже напряжённый момент может быть. Но здесь, как всегда, я тут буду повторяться, пока буду повторяться, потому что так расположились звёзды, желчный пузырь у нас, печень, нервная система. Сказала, да, обмен веществ. Вот особенно вокруг полнолуния давайте не будем принципиально нового ничего в питание в своё включать и не будем перегружать наш желудочно-кишечный тракт. Хотя вот уже там, когда Венера у нас войдёт в знакомый, это уже будет после, конечно, полнолуния, там нас будет тянуть на острое, как я и сказала, острого, горячего, дайте нам побольше. Осторожно с этим. Путешествия. Когда больше благоволят планеты для того, чтобы отправляться в какой-то путь, покидать дом? А когда лучше всё-таки дома отсидеться? Ну, давайте так. Самые аварийные, напряжённые такие моменты, наверное, месяца, это приблизительно с 4 и до 10 февраля и потом с 18 и до 24 февраля. Но в целом февраль гораздо в меньшей степени аварийный, нежели январь. Если говорить о планете, которая у нас отвечает за действия, активность, инициативы, движения, это Марс, Марс в течение всего месяца будет находиться в знаке близнецов. А значит, он поддерживает движение, он поддерживает поездки, он поддерживает решение вопросов, относящихся к транспорту, перевозкам, поездкам, командировкам, неважно на какие расстояния поездкам, в целом он за то, чтобы мы как можно больше двигались. Вообще, это относится и к нашей физической активности, там, в плане спорта, например. Больше двигаемся. Особенно, когда благоволит погода. Например, сегодня мы только что заметили за окном солнце, наконец-то долгожданное, так и хочется пойти и подвигаться куда-нибудь в парк. Ну что, можно сказать тогда, что февраль нас ожидает с отсутствием ретроградных планет достаточно яркие, интересные, насыщенные событиями. Если у кого-то есть планы, которые он хотел бы осуществить именно как раз сейчас, вот в начале февраля, это самое время сделать, успеть до полнолуния, на растущей луне. Либо потом на следующем новолунии, когда у нас новолуния 20-го, и вот оттуда мы тогда стартуем с чем-то новым уже. Так что... Понял, принял. Да, прекрасно. Затисали. Спасибо огромное. Наталья Бушурова, астропсихолог, была с нами, рассказала всё как есть про ближайший месяц. Последний хочется отметить, зимний месяц. Через 4 недели мы выдохнем и скажем перезимование. Ай, хорошо. Ну, ещё получим счета за февраль. Так, на этом месте лично я утро на балконе завершаю. Наталья, огромное спасибо, хорошего дня. Всего доброго. До свидания. Радио Болткома.